Здравствуйте! Мы не можем учитывать, мы не будем как всегда все на бегу, но нельзя пропускать жизнь сквозь пальцы. Мы стараемся каждое мгновение наполнено, насыщено и полезно переживать. Наступили такие священные времена зимних каникул наших выпускников, которые вступили в вузы, приезжают домой, рассказывают о своих новых мирах, которые они отрубают, новых педагогах, новых в своих консерваториях, городах, странах в том числе. И сегодня мы рады, что наш Кирилл никогда не ленится и приехал. Недавно мы его провожали в октябре и вот уже февраль. И он нас порадует, надеюсь, тем, что приехал и расскажет вам. Ваня! Ваня, иди сюда. Вот, да, возьмите его сюда, потому что это бесполезно называется. Ваня, иди как-то. Вот, и смотрите. Ахронный все, ахронный. Значит, наши выпускники прошлого года, 23-го выпуск, у нас получился очень хороший, сильный, яркий. Ребята учатся в разных консерваториях, уже поют о ромах, уже в театре, поют в двух театрах даже. В общем, очень хорошие есть такие результаты. Кирилл поступил в Венскую консерваторию, если вы знаете, ну окей, ну кто-то не знает. И попал в глаз профессор Петеру Эдельману. Петер Эдельман, он потомственный певец оперный. Он был в свое время лауреатом Бельведера. У него знаменитый отец, Отто Эдельман, очень известный был в свое время немецкий-австрийский певец. Он имеет свою школу, по-моему, да, он сейчас уже, по-моему, покойный, да, окажется, да. Ну и Петер уже, он тоже взрослый. Он был, по-моему, ректором вот этой вот консерватории венской. В какое-то время, или заведующий кафедрой. Да, заведующий вокальной, думаю, это такое, вокальной кафедрой. Вот, я очень рада со своей стороны, что те уроки, которые Кирилл шлет, я их слушаю. За счет этого, раз, спасибо тебе большое. Мы все, педагоги, кто интересуется, и студенты. Потому что, ну, замечательно они работают. Очень высокий профессиональный уровень. Все про музыку, все про языки, про стиле. Это безумно интересно для нас, потому что мы понимаем, для чего и как мы должны подготовить вас, чтобы вы потом успешно могли продолжить. Конечно, в этой консерватории, я думаю, что и по очень многим других европейских консерваториях, первые, там, первый, второй, третий даже, вот, посвящаются лидам. Лид – это песням, жанр такой, да, ну, это может быть и романс, но лид как основа. Вот, и это, конечно, романтики, это Шуберт, Шуман, Брамс и, там, Вентельсон и прочие. И мы начнем сегодняшнюю встречу с лид, да, который в переводе на наш язык называется липа. Мы уже посмеялись только, что не у кинских липы. Вот, и, Кирюш, пару слов скажешь о чем, или я должна сказать, или сам скажу? Ну, скажи сам. И начнем. Шуберт, липа. Концертмейстер, заслуженный работник культуры, с рульдовской липы. Мария Анатольевна, вы смираете? Констюм я с собой не взял, потому что не планировал давать ей никаких концептов. Вот, ну и долго это все. В общем, липа – это произведение из «Винтеррайза», из «Зимнего путешествия Шуберта» на стихе Гёте. Там идет текст про то, что пред воротами города стоит прекрасная липа, и в этой липе он и вырезал в ней свои слова любви, он под ней спал, и она стоит на опушке леса под солнцем, и жизнь прекрасна, и под ней настоящий покой. Но, к сожалению, он должен отправиться странствовать, он странствует, странствует, его вдувает ледяной ветер, и вот он уже настолько далеко от этой липы, что до сих пор он слышит этот шелест. Шелест, который говорит ему, там ты найдешь покой, иди ко мне, ты найдешь покой там, то есть около меня, со мной. Шелест, который говорит ему, там ты найдешь покой, иди ко мне, 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 иди ко мне. Шелест, который говорит ему, там ты найдешь покой, иди ко мне, иди ко мне. Шелест, который говорит ему, там ты найдешь покой, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Шелест, который говорит ему, там ты найдешь покой, иди ко мне. Шелест, который говорит ему, там ты найдешь покой. Шелест, который говорит ему, там ты найдешь покой Шелест, который говорит ему, там ты найдешь покой, иди ко мне, иди ко мне. Шелест, который говорит ему, там ты найдешь покой, иди ко мне. Шелест, который говорит ему, там ты найдешь покой, иди ко мне. Шелест, который говорит ему, там ты найдешь покой, иди ко мне. Шелест, который говорит ему, там ты найдешь. Шелест, который говорит ему, там ты найдешь покой, иди ко мне. Шелест, который говорит ему, там ты найдешь покой, иди ко мне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 А он мне звонит и говорит, я, знаете, решил выучить мессу, мне предложил, он там очень интересное знакомство завел с одним бароном, хаосом, Мауринцио, взрослый дяденька, он итальянец, но у него там, он на органе играет, он сам сочиняет, у него там какой-то конкурс в Италии, не суть, в общем, они подружились, да, в общем, интересный человек, и он предложил, говорит, ты можешь спеть мессу, выучишь вот за там недельку-полторы, и мы с тобой 6 января прямо в храме, в дома там споем, и значит, ассессуэт же он как устроен, говорит, могу, не могу, могу, да, и вот он за полторы буквально недели, за три недели, вот что, это много, большая, за три недели выучил, 6, по-моему, эпизодов, и сейчас тут прозвучит Кирилл Эйсен, это французский композитор, он романтического периода 19 века, я все фамилию не могла запомнить, Гельман, Гельман, да, вот, и действительно 6 числа января в настоящую рождественскую службу, когда люди приходят, встают и молятся, там, миром помажут в католическом храме, значит, Кирилл пел, ну, мне кажется, это очень интересный опыт, и очень, мне кажется, полезный, вот, и сейчас прозвучит первая часть этой мессы Кирилл Эйсен, это, Господи, призываю тебя там, помимо нас. Да, это месса, она, это стало для меня большим, на самом деле, откровением, потому что я не верил, что я смогу спеть на первом курсе консерватории, 40-минутную соло-мессу с органом, и выучить ее за 3 недели, для меня это было что-то, ладно, слава Богу, мессы поются с пюпитром, и это спасает, вот, и это было, как раз-таки, очень интересный опыт, и, главное, верить в себя, потому что, я думал, это невозможно, но у меня, вот, мое общество, мой профессор, Игорь Иванович, говорят, давай, давай, все, споем, споем, а так совпало то, что 6 января, это у них праздник Благовещения, а у нас это как раз Бождество, и вот это такое получилось все вместе. Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» 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 Симон 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 «Симон» доводит до ума, как говорится. Впереди еще много-много времени дает, чтобы все это вошло туда, куда надо. Вот. И, конечно, языки, языки. Ребята, это вот к вам обращаемся. Мы тут сами как бы тоже бы хотели заняться. Да некогда, а вам прям сам Бог велел. Поэтому сейчас, так сказать, предыкты, ребят, как это называется, предфинал. Французская рождественская песня, просто потому, что она очень светлая, очень добрая, на французском языке. В общем, всем нам пожелания здоровья, счастья, любви к исполнению Кирилла Сыскова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Звучит музыка. 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 Звучит музыка.